Здравствуйте! Сегодня поговорим о водоподготовке. Вода чистая, полностью очищенная от всех возможных растворенных в ней веществ. Это очень важная составляющая морского аквариума. Самый простой способ добиться такой чистой воды в домашних условиях, это установить фильтр с мембраной обратного осмоса. Чаще всего новичок встречает альтернативную информацию, утверждающую, что нет никакой необходимости так заморачиваться с чистой водой на этапе запуска. А некоторые источники могут даже утверждать, что вполне прекрасно можно содержать морской аквариум просто на водопроводной воде. Где же правда? Как обычно, где-то посередине. Что конкретно я имею в виду? Нужен ли для содержания морского аквариума фильтр обратного осмоса? Да, нужен. Можно ли содержать морской аквариум на водопроводной воде? Да, можно. Только разница между этими аквариумами будет очень существенной. Используя чистую воду, получаемую при помощи фильтра обратного осмоса, вы сможете в конечном итоге добиться вот такого вида аквариума. Используя просто водопроводную воду, у вас получится вот такой вид аквариума. И эту разницу надо понимать. В обоих случаях морской аквариум будет жить, потому что водопроводная вода не яд и не серная кислота, которая будет все убивать. Но из-за того, что во втором случае вода грязная, рассчитывать на красоту в виде сложных жестких кораллов не стоит. Но если вы планируете содержать рыбник, то водопроводная вода может быть вариантом. Но кораллы вам такой самонадеятельности не простят. Каким вы хотите видеть свой аквариум, решать вам. Соответственно, и убирать варианты очистки воды тоже вам. Я надеюсь, что эти простые слова донесли суть того, что морской аквариум будет жить на любой воде. Только для некоторых людей аквариум без водоподготовки будет считаться болотом, в котором ничего не растет, кроме водорослей и абтазий. И они будут правы. Но как ни крути, это будет морской аквариум с рыбой, креветками, улитками и кораллами. Просто они будут покрыты слоем водорослей, с которыми можно бороться и по-другому. Таким образом, мы с вами сразу определяем, что для содержания аквариума с кораллами нам нужна вода, максимально очищенная, с показанием ТДС после мембраны 0. Вода с отличным от нуля значением ТДС метр для успешного содержания кораллов не подойдет, но вполне себе может использоваться. Давайте подробно разберем, что из себя представляет фильтр с мембраной обратного осмоса. Существует два вида фильтров. Это специализированные аквариумные системы обратного осмоса известных аквариумных брендов, которые можно купить в аквариумном магазине. Плюс таких фильтров в том, что они уже собраны специально для аквариума и вам самостоятельно уже не придется ничего переделывать. Ну и само собой, разумеется, за такой сервис придется доплатить. Специализированные фильтры обычно дороже. Второй вариант это бытовой фильтр питьевой воды с мембраной обратного осмоса, то есть фильтр под мойку с пятью колбами и накопительным баком. Бренд в данном случае никого значения не имеет, все они абсолютно одинаковые. Бытовой фильтр, разумеется, предназначен в первую очередь для получения питьевой воды для человека, поэтому в его систему включены картриджи, которые не подойдут для подготовки аквариумной воды. И вам нужно будет понимать, какие картриджи оставить можно, а какие надо заменить. Также придется модернизировать часть шлангов. Проще говоря, вам нужно будет поставить дополнительные экраны и тройники в магистрали для того, чтобы получать воду для аквариума, не используя при этом кухонный кран, через который вы набираете чайник. Для чего, в принципе, мы очищаем воду, чтобы приготовить правильную морскую воду, то есть сделать ее такой, как будто она взята из естественной среды обитания кораллов. А для того, чтобы она такой стала, нам надо соблюсти все параметры. Если мы возьмем воду из-под крана и добавим в нее соль, то у нас получится элементы, содержащиеся в водопроводной воде, плюс элементы, содержащиеся в соли. Соответственно, мы получим воду, перекошенную по многим параметрам. В такой воде не все кораллы смогут существовать. Чтобы получить правильную воду, необходимо убрать из водопроводной воды все растворенные в ней элементы. После фильтра с мембраной обратного осмоса вода такой и становится. Морская соль, в которой сбалансированы все необходимые элементы, восполнит убранные из воды элементы в нужном количестве, и мы получим в итоге правильную воду без перекосов, в которой сможем благополучно содержать кораллы. Пройдемся по колбам до и после мембраны. Все, что стоит до мембраны является предварительной очисткой воды и в большей степени служит для защиты самой мембраны, то есть очищает воду от механических примесей. Таким образом, все это оседает на предфильтрах, а не на самой мембране, что увеличивает срок службы фильтра. После мембраны устанавливаются колбы с деионизирующей смолой. Единственным минусом фильтра с мембраной обратного осмоса лично я считаю необходимость в процессе фильтрации часть воды просто скидывать в канализацию. По технологии для приготовления 1 литра чистой воды нам понадобится 2 литра грязной. Для того, чтобы уменьшить потерю воды, профессионалы используют в таких установках несколько мембран, но у любителей такое встречается редко. Какие конкретно колбы надо использовать до и после мембраны, я говорить не буду. Комбинация фильтров чаще всего индивидуальная, добытая опытным путем, ориентируясь по показаниям ТДС метра на выходе. Однозначно могу сказать только то, что фильтры, минерализаторы, ионизаторы и тому подобное однозначно надо убрать из базовой комплектации бытовых фильтров. Они не подходят для получения нужной для аквариума воды. Также для того, чтобы понимать, какая в итоге у вас получается вода на выходе из фильтра, советую купить ТДС метр. Вот собственно и все. Полезные ссылки вы найдете под видео. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Текст читал Дима Пронин. До новых встреч! А в следующем выпуске вы увидите рассказ о содержании хирургов в морском рифовом аквариуме. Дима Пронин. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok